На самом опасном бахмутском направлении верховный главнокомандующий встретился с военными. Президент наградил защитников Бахмута. Благодарю вас за то, что защищаете государство, суверенитет, восток Украины. Видели сегодня много разрушенного вокруг, но самое главное – это победа. После победы точно всё отстроим. И такая сложная у вас судьба, сложная судьба историческая – защитить нашу землю и вернуть всё в Украину для наших детей. Пока кремлёвский диктатор, окружённый специально подготовленной массовкой под покровом ночи, якобы приезжает во временно оккупированный Мариуполь, президент Украины открыто у всех на глазах пьёт чай на заправке в Донецкой области. Бесплатно военным, а нам за деньги. Вам за деньги? Да, за деньги. Хорошо. Там же, в Донецкой области, Владимир Зеленский посетил раненых украинских бойцов в госпитале. А позже отправился в Харьковскую область на координационное совещание по вопросам безопасности в регионе. Везде, куда пришло российское зло, очевидно, что государство-террориста нельзя остановить ничем, кроме одного – нашей победы. И мы её обеспечим, украинскую победу. Во всех регионах Востока нашего государства, где есть украинский флаг, есть и надежда. Это чувствуется. Мы сделаем всё, чтобы сине-жёлтые цвета продолжили своё освободительное движение, чтобы вернули нормальную жизнь всей нашей земле. Орденами Богдана Хмельницкого первой степени, за мужество третьей степени, медалями защитнику Отечества и за военную службу Украине. Президент наградил бойцов, которые проходят лечение в одном из госпиталей Харькова. Хай Бог вам даёт силы для того, чтобы вы возвращали наших защитников, возвращали к жизни. Желаю здоровья вам и вашим родным, близким. Херсонская область стала завершающей в поездке Владимира Зеленского в прифронтовые регионы. Там президент посетил один из энергетических объектов и побывал в стационарном укрытии. Лариса Зубенко для телеканала «Фридом». Лариса Зубенко для телеканала «Фридом».